Девушки отдыхают На самом деле Украина воюет с Украиной Украинские блогеры Разжигают ненависть Им за это платят бабки У меня к вам вопрос есть Как вы думаете Война с Россией по-настоящему Ой, война Украины с Россией по-настоящему Может быть? Даже близко не могу Я вас понял Татьяна Так, еще какой-то вопрос Знаешь, я тебе скажу так Что ваши Придут, как говорится, в розум Ваши эти Зеленские и прочие Они же прекрасно понимают, что как только они туда Пульнут хоть один снаряд Знаешь, в ту сторону То в принципе им власти не видать А они хотят власти Поэтому они воевать не будут Они сейчас Попытаются, знаешь, шантажировать и Америку И Россию И вот так вот крутиться Попытаться свой гешет вытащить Как говорится, знаешь Потому что они сейчас важны Вот и руководство вашей страны Не вы, да? Как бы, а руководство Они сейчас важны для Ну, скажем так, для американской политики Для политиков Они важны Они используют Украину Для того, чтобы не дать России С Европой, ну, скажем так, сотрудничать Вот они вас используют Понимаешь? Потому что если будет Россия сотрудничать с Европой Европа укрепится, понимаешь? Россия укрепится Им это не нужно Вот, поэтому они вас используют как тарам Знаешь? А ваши-то это прекрасно понимают Что если только они сунутся в Россию То все уже Просто их власть кончится и все А им нужна власть Угу Я понял А насчет рынка земли То есть Я думал, что если Рынок земли получается Как-то распродадут ее, да? Ну, иностранцам Тогда Украина лучше заживет Или хуже? Я, ты знаешь, я тебе не могу сказать Я в экономических вопросах Маленько плаваю, знаешь Но Как сказать? Лучше, хуже Кому хуже? Если, допустим, иностранец возьмет землю Он что будет? Про Украину думать, что ли? Про свой карман будет думать Понимаешь? Вряд ли он тут с Украиной Будет иметь какие-то Ну, ему Не важны будут ваши социальные программы Там еще что-то Будут платить налоги А налоги, как обычно У вас до людей не доходят Они оседают там В этой верхушке по карману По всяким схемам То есть, нас вы говорите Используют Используют кто? Имеется в виду Кто-то из украинской власти Или оттуда Запада Не, ну вы смотри Что такое украинская власть? Вообще Скажи мне, кто сейчас власть в Украине? Ну, Зеленский, его команда Что он может решить? Что он может? Мне говорят, что он под Коломойский Вообще Ну, как-то типа я Пешка, что ли По-простому Я сомневаюсь Я понял Я к нам у вас Виталий справа Только начали выходить из карантина Вот только вторую неделю А до этого Мы практически год просидели Сиднем И никогда не работали Так, чуть-чуть Работали, не работали Работали, не работали Но у меня полное ощущение Что это еще не конец Понятненько Слушайте Давненько хотел с вами Давай говори Говори, что ли Пообщаться немножко хотел Сбылась мечта Да ладно Не стесняйся Чего ты Не, говорят Здесь такое выражение Сбылась мечта и идет Я шучу Как-то так Ясно То вот думаю Что это хотел спросить Хочу я тебе дам совет По поводу чего? Вообще просто совет по жизни Сваливай из Украины Я тоже об этом думал Слушайте Мне кажется Что-то все хуже и хуже Но да И будет еще хуже Ты же знаешь Да, что я из Молдавии У нас же раньше Такая новая Началась Так вот я тебе скажу Что те, кто В молодые годы Свалил Те уже давным-давно Забыли про этот дурдом Понимаешь И уже живут И уже живут нормальной жизнью И уже Как говорится Обустроились И купили себе уже квартиры И ипотеки Повыплачивали И машины Понакупали Понимаешь И у них уже Семья сложилась И все И никто не думает о том Что каждый год Там будут поднимать Цены За коммуналку И в итоге Получится Что чем больше Ты работаешь Тем больше С тебя будет Выдирать Вот у нас Например Когда Вот допустим Ты работаешь на двух работах Там Какие-то бабки Вроде как Выходишь на какие-то деньги О, ну нормально Уже вроде как Можно жить Да Херак поднимается Коммуналка И у тебя ползарплаты На коммуналку Ужло Понимаешь А плюс еще У тебя есть старики Да У тебя Ну родители Они на пенсии будут Да Вот как у меня это было Я тебе рассказываю Про себя Вот допустим Мать вышла на пенсию Все Она Ну вроде как Знаешь Вышла на пенсию У нее есть пенсия Вот она живет себе Ну как Все люди живут там Достаточно Да Поднимается до такой степени Коммуналка Что ей не хватает На жизнь Просто И мне приходится Из этой зарплаты Которую я зарабатываю Кормить и себя И детей И еще и мать Понимаешь И все Вот это Вот это Вот это накатывало Накатывало И когда я задумалась О том Чтобы куда-нибудь свалить Мне уже было много лет Уже было тяжело Понимаешь Вообще просто уехать Потому что мать уже была больна Уже понимаешь Уже я не могла ее бросить А вот если бы я уехала сразу Когда еще мать была здоровая Да Когда еще там Ну такое Я бы там устроилась И все У меня бы не было этого геморроя Потому что тебя ждет В принципе Судьба гастробайтера Вот вот Хочешь ты не хочешь Ты все равно будешь Куда-то мотаться Где-то зарабатывать А это я не пожелаю Даже врагу Понимаешь Поэтому Если Если переезжать Потому что это ужасная ситуация Понимаешь Эта ситуация Когда ты живешь В одной стране Работаешь в другой стране Это ужасная ситуация Хотя вы предупредили Ну я имею ввиду Говорили Что Чем это может закончиться Вот этот переворот У нас раньше Чем у вас И вас И вас никто всерьез Почему-то не воспринял Мы же не знали Понимаешь Мы правда не знали Чем это закончится У меня Этот Майдан наш Я жила в двух кварталах От этого Майдана Я даже не знала Что там происходит Честно Ну вот Какие-то дураки Там стоят Орут Понимаешь А потом Когда они сожгли парламент Когда президент Вказался от власти Когда пришли Вот эти вот И тут же подписали Эту ассоциацию Вот тогда мы Вот так вот Нажрались Понимаешь И когда у вас Начался этот переворот У нас все молдаване В один голос Что вы делаете Что вы делаете Вы Вас же так Точно так же Как и нас Ну то есть Распускают под ножи Понимаешь Ну вы же не слышали А мне все время Украинцы отвечали Шо ты Это вы молдаване Просто дурные А мы то умные Шо ты Да Что говорят Тут Мне вот интересно Такой вопрос Ассоциация с дурными Да Там Или тупыми Это турки и молдаваны Мне до сих пор Не понятно Я имела ввиду Что Понимаешь Когда я говорила Что подписав Эту ассоциацию Вы Очень серьезно Навредите Экономики своей страны Мне никто не верил Понимаешь А у нас уже Это все началось И мы уже видели Результаты Этой ассоциации Понимаешь Подписаны Которые мы тогда Даже не понимали Что происходило И что они там скакали Понимаешь А мне вот Ваши украинцы Не верили Они мне отвечали Что мы просто дурные Поэтому у нас так получилось А мы умные И у нас получится Все по-другому Понимаешь И смех и грех В итоге мы сидим Все в одной жопе Знаешь Не умные И дурные И все в одной жопе Сидят Хитрые Да говорят Что слабые Это Как Погибают Сильные выживают Не верьте Выживают Только хитрые Что я хотел сказать Есть анекдот Про молдавание Слышали Нет Расскажи Я много анекдотов Про молдавание Слышала Поверь мне Как молдавание Да да Меняют лампочку Их четверо Заходят они в комнату Один становится на стол И трое молдавание И их крутит Короче стол крутит Закручивает лампочку Как-то так Я вам так скажу Пятый снимает на телефон И выкладывает в интернет Наверное Как у вас там сейчас Как у нас лампочки Купаться можно? Подождите Я думала Ты хочешь спросить Как у нас лампочки Не-не-не У нас Знаешь У нас молдаване Решили Что ну его нафиг Раз про нас Такие анекдоты Рассказывают Мы покупаем себе Ленты Вот эти лендовские Знаешь Лепим Больше лампочки Не крутим Ну его нафиг Подождите Как там у вас Море Уже нагрелось Или нет Нет-нет В этом году Вообще прохладно До сих пор Еще май месяц А у нас еще прохладно Что-то в этом году Батареи отключили Пару недель назад И было то плюс три То плюс два У нас тоже Обычно в это время Уже купаются И море и загорают А в этом году еще нет Я еще в кофте В доме сижу Еще холодно Я понял Таня А еще было так неплохо Я вот думаю Вот это шутят По поводу Этих блин Я даже писал Для интереса Мне рассказывала Тоже одна знакомая Что там какой-то у нее Ну незнакомая Собеседница Об чат в летке Решила написать О помощи Короче Порошенко Ну тому президенту Что был В фейсбуке То мало того Он не ответил Не помог Еще и страничку Заблокировал Понимаешь А я вот попробовал Написать Зеленскому Короче Сейчас есть Я серьезно думаю Это помогло бы Человечеству Шутят на эту тему Есть секс-роботы Понимаешь Которые Кроме того Общаются на разные темы Кроме того Вот бы На них снизить С пяти тысяч долларов Цену До пяти тысяч гривен Понимаешь И тогда бы Человечеству помогло Особенно подросткам Как вы считаете Ну когда это будет Может быть Когда они в товарообороте Их будет много Особенно Говорит подросткам Ну а что Не так Ну что Если будут такие Дешевые секс-роботы Я тебе скажу так Перестанут рожать И будем в пятером Аукаться Друга искать По лесам Да Пусть оно лучше Будет дорогое Да нет Это что Поможет Я считаю Что Будет лучше Проблем То есть Меньше Всяких Залюбью От этих Подростковых Самоубийств Так что Ну это раз Второе Так Так что Покажешь еще Вопрос Я кстати Недавно узнал Что есть сайт По поиску друзей Называется Фантом От одной Казачки Короче Ну Казахстан Есть много Так что Татьяна У вас есть Вопросы У вас есть Какие-то Вопросы У меня Уже нет Уже нет Уже нет Так что Выложим Давайте Тогда выложим ролик Я на себя Посмотрю С удовольствием Ну Я имею ввиду На вашей страничке Тебя не закрывать Не Не надо Не надо Я похайпую Немножко Ну смотри Потому что У тебя потом Не Да не Ничего страшного Я уже С огненной розой Говорил С Санкт-Петербурга Одна Есть тоже Умная Как-то Так Ну вот Мечта Поговорит С Татьяной Уже Видела Этого Кота Дикого Кота Хитрый Кот Я Ищу Татьяну Хочу С ней Поговорить Пару Вопросы Это надо Петро Ты знаешь Что снимать Какую-то тему А я в этом Да Ну Может быть Слушай Как-то так Так Ну вроде Так вспоминаю Есть вопросы По-быстрому Или нет Которые волнуют Слушайте Про Италию Нравились Кстати ролики Как вы показывали Там цены Какие Город Я показываю Италию Не туристическую Я показываю Ту Италию В которой Живут люди Обычные люди Где живут Не там Где туристическая Не там Где богатее живут Потому что Здесь есть И красивые Такие места От которых Просто офигеваешь Но Это очень Маленький процент Там живет Обычные люди Живут Очень-очень И очень Скромно Очень скромно То есть Вы живете Ну скромновато Ну конечно Я сюда Чтобы приехала Все приехал Бабки зарабатывают Ну вы таки Таки работаете Массажисткой Да Понятно Ясно Так Ну ладненько Всем очками Подавился Будем тогда Прощаться Да Тебя как зовут Меня Ростик Ростик зовут Ростик Выложу тебя Чо Мне не Жалька Своей пообщаться Слушайте Тетя Таня Давай Ростик Племяшка Да Зайду на вас канал Пока Вы откуда? Нормальный час Вы откуда? Вы знаете Что я москал Мы из Украины Мы из Украины Вы из Украины И вы москали? Мы москали Да А что делать? Ну это добрый А я хухуха 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 И шо Не вы в России Да Нет Я живу в Молдавии В Молдавии Да В Молдавии Молдова Молдавия Молдава Молдова по-молдавски По-русски Молдавия Млазие Бывай такие бывают ну шо расскажите москали шо там в яке там у вас сделал а вообще нормально что это в принципе ничего удивительного у всех людей много уже положили так две области положили крым забрала так донецк луганск положили тащи суммы забираем харьков суммы харьков ну а приднестровье будете забираем если можно если дадут в атаку то забираем тоже а кто же вам даст кто вам майдоватый обычно обычно москали приходят и сами все забирают владимир владимирович но обычно москали обычно сами все забирают им неважно дают им не дают они знают так думают о том вот здесь он показал по газетам у россии у нас в москве тсм не ловит а мы молдаву забираем пару раз плюнуть ураганом смешно хлопцы если бы не не по-настоящему убивали то было бы может быть и смешно а что молдова в европе типа типа как вы а типа непонятно непонятно ну так легко там еще проще забрать у нас давно уже не воюет но у нас там примера творцы стоят счет когда как зашли миротворцы все больше ни одной петарда не взорвалась ни одного человека не убили миротворцы в основном в основном конечно российская армия но были украинцы вы тоже там стояли но сейчас правда вы перекрасились и все вы уже теперь не миротворцы вы уже теперь европейцы стали а вы завидуете да ну у нас молдавя уже как я могу завидовать если у нас молдавия еще раньше чем вы стали европейцами еще не знаю что это таки не рассказывать не могу пацаны я вам скажу вы меня вы нас уже перегнали потому что сначала мы были самая нищая страна в европе а сейчас вы нас вы вы нас уже обогнали уже мы на предпоследнем месте так потому что мы хочем мы хочем а вы разговаривались наоборот вы его мир и вы пустили порогнала и унесите конечно мы нищие споры нет но вот вот она надо было вам это европейское счастье а куда в россии ты еще куда через сами способе а сами по себе не получалось а нас был раз у нас был и россия и европа зилов а так мы когда ушли в европу вас не едят нет кто тебя защищает кому бабки дают кредиты они доходят до вас у нас молдави до нас не доходят они все уходят там на верхушке по карману а при чем тут мы строить страну при чем тут люди нам дороги строить на что ты будешь строить если эти кредиты уходят в карманы никакие не дороги тебя у нас тоже пытались начинали брать кредиты у нас столько кредитов взяли на дороге что можно было заасфальтировать всю всю республику вместе с поля и ни хрена дорог так и нет потихоньку и построить мы раньше вас начали и мы намного меньше чем вы используете делают как анти россию понимаешь специально кидают от россии нас оттащили к себе не приняли оставили нас посередине как на в проруби понимаешь болтаться вот оно нам надо было это счастье блять европейская а куда идти в россии на куда еще откуда пошел туда идти ты откуда пришла куда вы оторвались оторвались вы откажу откуда вы всю дорогу были с россией так же как и мы как только нас одни оторвали все у нас жопа использовал кто использовал прожим так вас сильно использовала что вы были вторая экономика в европе так вас сильно использовала россия армию разрушил так что ваш янукович ваш янукович по сравнению с тем как воруют нынешние просто жалкий фраер просто жалкий фраер я не говорю что он хороший но он хотя бы понимаешь у него хотя бы была нормальная команда хотя бы что-то для страны делал понятие воровать прибыли вот сделай прибыль и возьми там свой процент хер с тобой знаешь как говорится но когда воруют с кредитов это пиздец пацаны это вам еще ваши внуки правнуки будут отдавать у вас будет коммуналка постоянно повышаться у вас будет постоянно повышаться налоги повышаться проезды такси как у нас молдави мы начали раньше у нас пол страны уже на выезде я сейчас не в молдавии нахожусь я сейчас нахожусь в италии уже работать ни хрена не где в той молдавии америки америка на в своих интересах америка даже не америка скажу так а их богатые люди потому что сама америка это большая разница между тем верхушкой той который управляет америка и самими людьми американцами большая разница понимаешь им им что нужно им было выгодно они свои интересы преследуют понимаешь и через вас они им не выгодно сильная россия им не выгодно сотрудничество европы с россией понимаешь и вот они вас используют как таран понимаешь как вот короче я беру вам вы собранка дай бога здоровья вам тоже боится говорить просто видишь быть а